Счётчик есть на 105 километров. Я в принципе знаю, здесь около 9 литров. Здесь расход у меня как раз 8-9 литров. Все 8 лет, сколько за рулём Евгений Морозов ориентируется на бортовой компьютер и следит за счётчиком на заправке. С такими ценами, говорит, каждая капля дорога. Когда я заправляюсь, я ещё поднимаю шланг специально. В принципе, только так, наверное, если не дарит идёт. Рецепт, как не обмануться, у каждого свой. Заливайте 8 литров и проверяйте, проедет ваша машина 100 километров или нет. Если не проедет. И то тяжёлый вопрос, потому что какой износ машины, какой старый у тебя двигатель, это не проверишь, я думаю. Смотрю на табло, смотрю 20 литров, значит всё замечательное. Как бы я склонна верить людям. Папки тикают, курок зажат, а бензин не течёт. Поводом для проверки стали жалобы Федерацию автовладельцев. Нарушения выявили на 76% выбранных АЗС. Не доливали в среднем 5% оплаченного бензина. Вы якобы покупаете бензин по указанной стоимости 44 рубля 70 копеек. В конечном итоге он у вас получается, с учётом недолива, по 55 рублей 21 копейка. То есть это очень серьёзная разница. Конкретные названия заправок, где не доливают топливо, пока не называют. Известно ли, что исследования проводили в 13 регионах страны. Проверили 34 заправки. Среди них АЗС нефтяных компаний, крупные региональные и федеральные сети, а также мелкосетевые и частные АЗС. Последние, к слову, не доливают бензин в 100% случаев. Тайные покупатели наведались в Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, Ростов, Воронеж, Краснодар. До Татарстана фаровцы не доехали. Но некоторые владельцы АЗС всё же удивлены результатом. Погрешность есть на каждой колонке. «Хотелось бы пожелать им побольше профессионализма. Класс точности топливораздачных колонок 0,25%. 1% — это в 4 раза больше уже не долив. То есть, исходя из их исследований, то есть, если более-менее профессиональным языком посмотреть, то не доливает 100% АЗС». «Коре зла лежит в том, что у нас на сегодняшний день существует диспоритет между оптовыми ценами и розничными ценами. Та наценка, которая на сегодняшний день существует на заправках, она не то что минимальна. Её даже не хватает на то, чтобы покрыть расходы, которые существуют на заправках. И понятно, что, ну, глупо было бы отрицать, что такого нет». ФАР направила письмо с результатами исследования в Росстандарт, администрацию президента, топливную энергетическую комиссию. За недолив владельцам АЗС может грозить уголовная ответственность. Но чтобы начать массовую проверку контрольным органам, нужно разрешение прокуратуры. О своём визите они должны предварительно сообщить. Но тогда результаты исследований, говорят общественники, будут уже совсем другими. Анна Городнова, Алина Мусин, Александр Лобанов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова